Ой-ой-ой, блядь, why я ошалеть? Ну ладно, это придется вам показывать тогда, конечно. Всем здравствуйте, всем привет. Да, давай я отложу этот так называемый клип. Все, отложил. Значит так, дорогие мои величайшие подписчики. Во-первых, блядь, поздно начал, потому что мог бы начать еще позднее, и Мелшер выручил. Надо этот, было, блядь, я сегодня переслушал треки по 5 миллиардов раз, блядь. Ну все, мы сегодня отгружаем альбом, ну может быть официально его отгрузят уже завтра, вот. Но мы отгружаем как бы сегодня, все, блядь, все треки сведены, обложка готова, блядь, все готово, все, что от нас надо было, мы сделали. Вот, максимально, блядь, я заебался, я эту хуйню ненавижу, блядь, там столько надо всякого хуеты заполнять, блядь, это пиздец. Слава богу, этим Игорь занимался по большей части, но я в любом случае должен был одобрение свое на треки давать, вот. Сука, тяжело, блядь, вот. Но все равно, все, и все, все было сделано, все реально кайфово, все хайп, Настя, заходи в дискорд, буду у тебя брать интервью. Вот, короче, все, чики-бомбони, примерно 20 число вас ожидают, вот. Это примерно 20, может быть, попозже будет, да, вдруг там... Вдруг что-то будет задержаться, да, и нормально будет. Это, значит, вот такая вот история реально жесткая, да, вам хайпово. Все, ребята, тут тема закончена, дальше надо записывать только еще новые треки, возможно, снимать еще новые клипы, и все хайпово. Значит, даты концертов пока тоже я вам не могу сказать, но, слава богу, насчет этого тоже пошла двигаться работа. Мне сегодня скинули, сколько будут стоить концерты в каждом городе, каждый билет, сколько будет стоить, все дела. Ну, то есть уже это, надеюсь, блядь, близко, заебало тоже что-то, блядь. Ну, никогда у нас ничего особо в срок не бывало, блядь. Ни по концертам, ни по трекам, ни когда я вам что-то обещаю, блядь, вот надо всегда брать с запасом. Но я всегда говорю, когда вот... Ну, хочется верить, конечно, всегда в самые ближайшие даты, чтобы все быстро, хайпово случилось и нормально было. Вот, но, к сожалению, не всегда так. Значит, дальше еще, ребята, смотрите, меня шляксик загримировало, чтобы, блядь, мне никто не писал в чате про то, что меня снайперы выцеливают, ебать. Я охуел, блядь, это реально хуета прям выросла, торчит, блядь. Я как единорог, нахуй. И раньше, чтобы у меня прическа была, можно было прикрыть, а сейчас уже... Ну, на этом, как бы, мои полномочия уже все окончены, представляете? Вот так вот тоже сказано сосать. Еще, ребята, новость я вам забыл рассказать. Я связался с Павлом Шампановым. Вот, в чате там бывали и в донатах спрашивали, типа, а что вы больше с Павлом Шампановым не тусите? Что вы не... Ну, типа... Ну, что вы не снимаете, как раньше? Вот, я думал то, что на меня Паша обиделся. То, что он на меня там расстроился из-за одной вещи и больше меня звать не стал никуда. А как оказалось, Павел Шампанов просто ушел нахуй, прикиньте, из интернета. У него уже дохуя там точка зона, блядь. Либо три, либо четыре, блядь. Он, короче, уже бизнесмен. Ну, там есть, конечно, с этим бизнесом. Там он мне рассказал. Мы там поперекидывались, да? У кого что, как дела? У него там есть и проблемки с этим. Но он сказал то, что, бля, я вот только начинаю задумываться, вернуться мне, типа, на Ютуб или не возвращаться. Поэтому, собственно, поэтому он меня никуда и не звал. Вот. Вот такая тоже прикольная темка. Вот. Но чуть-чуть пообщались, как бы по-доброму. Все дела. Уже скоро, представляете, будет год, как я на его свадьбе побывал. Пиздец, блядь. Пролетело нахуй. Я как будто на его свадьбе был, но по ощущениям, ну, типа, два месяца, три месяца назад. Вот. А оказывается, уже вот в октябре, да, мы были на свадьбе. Уже все, пиздец. Ну, вот, 11 месяцев уже точно там, да, чихи-бомбони прошло. Вот так вот. Вот так вот. Ну, я что-то расстроился сначала. Я подумал, блядь, а вдруг он жалеет то, что он меня позвал. Потому что, ну, типа, с тех пор мы там еще несколько там что-то поделали вместе и все. Ну, вот. А оказывается то, что он вообще уже как бы из интернета подушел. Делает какой-то бизнес. Короче, ну, я рад за него. Нихуя себе. У него, блядь, четыре точки озона. Блядь, учила. Да, там, ну, блядь, две пусть там не окупаются. Еще две окупаются. Их надо же там раскручивать. Короче, нихуя себе респект. Он занялся этим вопросом. Там погрузился, блядь, на настоящий у него реальный бизнес. Что-то там делает. Короче, охуенно. Вот. Это раз. Блядь, были бы концерты в Рязани у нас, Павел Шампанов был бы приглашен в гримерку бы к нам. Вот. Но, к сожалению, у нас концертов в Рязани нет. Потому что там, блядь, население три с половиной человека. Вот. А так бы, да. Я бы его позвал бы, чтобы все нормально было. Вот. Вот такая тоже новость. Да, вас ожидает кучерявая. Дальше, ребята. Еще новость. Все нахуй. Правда, это я прямо сейчас уже должен делать. Все, блядь, диета активирована. Я, блядь, я не купил никакие таблетки. Я тянул что-то, блядь, думал. О, вот когда куплю таблетки, вот тогда надо начинать диету. А потом я подумал. Ну, блядь, завтра нахуй куплю таблетки. Послезавтра. Ну, что мне мешает эту диету держать, да? Вот. Я сегодня начал уже всю эту всю хуйню соблюдать. Пока тяжеловато. Очень хочется сладкие напитки пить. Вот это, это прям что-то, блядь, пиздец какой-то. Ну, прям напряг. Вот какой-то, блядь, прям тянет на какие-то сладкие напитки. Мне надо всякую хуйню есть. К сожалению, на сегодняшний стрим у нас выпадает. Я должен через 6 минут кушать какую-то полноценную еду. Колу без сахара я тоже это все не буду пить. Нахуй, ну, мне надо. Там все равно есть сахарозаменители. Вырабатываются все равно гормоны. Когда ты сладость пьешь, гормоны все равно идут, блядь, работать, да? И нихуя. Тем более я себе полностью отказал. Это вообще чудо моей жизни. То, что у меня была зависимость от энергетиков. У меня прям, если я не пил энергетики, начинала голова болеть, блядь. И все такое. И в какой-то день, вот когда я начал диету соблюдать, я просто в один день перестал энергетики пить. И у меня ничего не болело, нихуя. Ну, может быть, как-то организм еще отсистился. Собственно, я в себе уверен, что я могу нормально во всем этом продержаться. И все. Но у меня есть на данный момент такая позиция. То, что когда я опять сейчас похудею, блядь, если я начну опять заново набирать, Я в рот это ебал, блядь. Какая нахуя? Ну, это хуйня полная, блядь. Почему какие-то люди нихуя не страдают, а я должен какой-то хуйней? Поэтому я буду колоть себе аземпик, блядь. И все. Вот. И худеть из-за аземпика. И все у меня чики-бомбони будет. Я в любом случае никогда не вернусь. И сейчас не возвращался к тому, что... Ебать нахуй! Every day энергосы! Every day Coca-Cola, блядь! Ууу, булочки! Я к такому не возвращался. У меня все равно есть какая-то... Ну, моя грань уже... Ну, просто самоуважение к себе. Но... Опять же, себе отказывать, когда все твои дурюганы, блядь, сидят. Кайфово кушают в ресторанчике. Курят кальянчик. А я говорю... Умк-пук, ну, мне дайте нахуй эту... Тарелку, блядь, фруктовую. Ну, блядь... Аааа, нахуй! Вот. Но у меня, видимо, предрасположенность к тому, чтобы я набирал. Считайте, я когда похудел... Год мне было вообще похуй. А потом хуяк и пошло опять. Ну, то есть у меня что, блядь? У меня будет полгода похудения, год живу нормально и опять толстею. И опять, блядь, нахуй оно мне надо. Если у меня опять пойдет потолстение, просто я, блядь, начну хуярить эти уколы аземпика, блядь, и все. И все у меня нормально будет. Вот. Ну, на данный момент, опять же, я не буду себе ничего там колоть. Я опять пройду диету. Я пропью лекарства, которые мне реально все там поназначали. Но, блядь... Как и на ютубе, как и, наверное, во всех работах, достичь чего-то легче, чем удерживать это что-то. Вот, блядь, видимо удерживать. Хотя, может быть-то, я по-другому что-то вам буду говорить, да. Потом опять у меня там поднимется ЧСВ, блядь, из-за того, что нихуясь я опять превзошел самого себя. Ну, значит, нормально. Завтра у меня, наверное, да, будет первый уколчик в попочку. Завтра мне будут уколчики. И все нормально. Два уколчика в неделю мне надо делать. Сходил в качалку. Качалка прошла. Пошел, блядь, уколчик бахнул себе. Вот. Как бы топ-топ. Уколчики в попочку. Буду звать кентов или шляка. Вот сейчас научат делать уколы. И шляксик мне будет в попочку колоть. Буду в приватку снимать, как мне хуярят уколы в попку. Буду там все дела, блядь, в приватке буду держать, что я покушал. Введу этот дневник опять, ёбаный, блядь. Что я сегодня ел, и во сколько, и в каких громовках, блядь. Вот. Поэтому пошло оно нахуй. Все равно я буду все это делать, чтобы хотя бы, как минимум, на концертах вас порадовать. Что я охуенный, да, вы билеты будете покупать, чтобы лицезреть величайшего босса. А когда величайший босс, ну, не в самом лучшем своем состоянии, тогда и нахуй ну надо. Поэтому все для вас. Я буду еще, ну, в приватке точно буду держать. Я сейчас, весы у меня сломались, они, блядь, там заржавели, блядь. Потому что вода разлилась, короче, в туалете по полу. И пошло окисление. Видимо, надо новые весы покупать. Вот. Буду держать в курсе по поводу того, сколько я вешу. Сколько, короче, блядь, чики-бомбони. На данный момент, ребята, 112 килограмм. Чего-то не очень. Хочу 95. Вот пока у меня моя цель, это 95. Потому что... Как его, блядь? 142, блядь, братуха, нихуяся. Вот. Почему? Потому что я мышечную массу набрал. У меня был мой минимальный рекорд. Это либо 89, либо 86. Но с тех пор я как бы раскачался, блядь. Потому что тогда я ужался. Сейчас, если я буду 95 весить, я вообще буду шикарно, мне кажется, выглядеть. Посмотрим. И в прошлый раз я вот прям бустого с самого начала до самого конца похудел за 3 месяца. А потом просто, блядь, пошло плато. Вот самое главное мне не попасть на плато. Потому что я просто буду, блядь, стараться, а ничего не будет происходить. Вот самое главное мне на плато наёбанное не попасть. Ну, нормально. Может быть, как раз-таки уколчики помогут, лекарствочки помогут. И нормально. У меня в рост 183 сантиметра. Если вам интересно. Вот. Вот такие вот новости. Всё, короче, ребята. Сегодняшнего дня. Начинается вот эта вот моя хуйня. Завтра уколы, блядь, тестостерон, блядь. Я буду вообще злой, нахуй. Срываться, блядь, на всех. Всех ебать, блядь. Навернусь на СП, нахуй. Вот. И нормально. И пойдёт дело реально, чтобы вообще мощно было.